Добрый день, друзья! Сегодня у нас 7.03.2019 год. Мы находимся на пересечении улицы Кати Соловьяновой. Как эта улица называется? Пролетарская. И Пролетарская. И мы сейчас зайдем в гости, но перед этим я вам покажу очень интересное, очень интересное. Вот так, смотрите. Ап! Первое дерево, которое зацвело. Так, давайте сначала начнем вообще с гостевой дом Джексон. Не то, что я хочу как бы вам показать и видо название, и где он находится. С ребятами уже общаюсь давно. И ходили на колонки, шоу, они приглашали тот сосед. Смотрите, днем это сидят шмели. То есть это все шмели-шмели. Здесь собрались все самые первые, которые проснулись, чтобы опылять именно это дерево. Да, это мы. А зачем оно висит? А ящик-то, мы синичек хотели кормить, так еще и коробка с кормом висела. Но у нас дерева нет, мы снова развлекаем. Подсказывайте, как правильно ухаживать. Ребят, это просто волшебно. Куча фотографий сделана. Будет все это в Инстаграм. Наверное, даже в группу в свою фотографа выложу. Ссылочки есть в описании. Показать просто прям именно живого шмеля, который опыляет. Они что-то меня увидели, начали быстро летать. Сейчас попробуем разглядеть. Вот он, вот он, вот он. Ай, боятся, боятся. Красота. Просто, ребят. Это настоящее весеннее чудо города-курорта Анапа. Я им восхищен. Попробую издалека разглядеть где-то шмель. У нас еще солнышко было, мы видели. Залетело только что. Смотрим, смотрим. О, я их пугаю. Сейчас они привыкнут ко мне. Смотрите, настоящее весеннее сказка. Я в восторге просто. Я так ждал, когда первое дерево. В прошлом году, 16 февраля, были уже первые цветения деревьев. Это было просто великолепно и прекрасно. В этом году уже задерживаются. Это куриная слепота, да? Нет, это лютик. Лютик. Его тоже кто-то. Нет, ну у нас просто, я знаю, что сказали. Желтые маленькие цветочки, это куриная слепота. Оказывается, это лютики. Я хотела развести. Вполне возможно. Также у нас, смотрите, начинает зацветать форзиция. Мы сейчас ходим с этой стороны. Она скоро полностью, все кусты будут желтые-желтые. Кизил примерно в Ялте выглядит примерно так же. Немножко другой цветочек. У него как комочек. А здесь вот цветочки именно. Это форзиция называется. Тоже очень красиво. И еще форзиция. И сейчас еще покажу. Тут я снимал в этом году уже был крокус. А это прям огромный крокус. Я только вот он года четыре в земле сидел. И вот решил, да, здесь, на этом месте. Он вон там сидел. Я их оттуда все перетащил. Наверное, да, здесь более приятно. Ну, теперь давайте знакомиться. Как вас зовут? Муж! Муж, ты где? Идем, идем. Вместе становитесь. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Да, ничего страшного. Мы такие же всегда. Хозяева гостевого дома Джексон. Поближе становитесь. По именам можно? Колян. Или просто Корныки или Джексон, как мне тут зовут все. Пойдем, зайдем к тебе и там уже объясним, почему так тебя зовут. Так, ребята сдают немножко и покажем. Я в прошлом году к ним так и не смог попасть, прийти в гости, потому что началась работа и выехать в Анапу летом это прям проблематично. Сейчас я вам в доступности расскажу и покажу даже отсюда, сколько вам намолите. Да, можно начать отсюда. То есть, это Майкл Джексон, это Корнык Джексон. Здесь тоже, смотрите, висит фотография. Это фотография, картина из Рима. Так, ты хочешь рассказывать тебе поближе, потому что там тебя не услышат. Кинг-Поп. Смотрим, это у вас получается кухня, да? Кухня, да, вообще кухня. Туда тоже можно, да, выйти? Да, летом. Сейчас, конечно, закрыл, чтобы дождь не попадал, а летом можно. Там тоже люди у нас кушают. И здесь как бы везде... Все под Майкл Джексона, наверное, сделано. У нас как бы чем вот знаменит вообще Корнык Планапи, тем, что он как бы пародия, да, правильно, назвать? Так, не то, что пародист, просто танцую в стиле Майкл Джексон, как фанат уже с 1099 года я фанат, вот. И с 2006 года решил танцевать. А сейчас пока не танцую временно. Пока семья, дети, поэтому нет времени для танца. Ага. Крепость Бадабеля там снимался, афганского Маджахеда играл. До сих пор из роли никак не выйду. Зашло, то есть это вот именно по фильму. Туда пройдем, покажешь номера. Ну проводите давайте, кто первый пойдет. Да, у нас еще не готово. Я думаю, я просто уверен, что смотреть надо именно не на это. То, чтобы в каждой комнате свой дизайн. Сами придумали, что сами сделаешь. Здесь, видите, шторы. Постельное белье я сама шила, но сейчас его нету. Я видел, когда более красивее было, но сейчас как есть, как есть. То есть просто именно номера. У вас получается общий санузел, правильно? Да, значит получается у нас два душа, два туалета на четыре комнаты. Они с моей дочкой с ума сходили. И дочка меня с ума с ним. В каждой комнате кондиционер, телевизор. Да, мам. То есть ребята вообще не готовились? Да, потому что... Именно показано, как есть. Это я просто узнал, что у них зацвело дерево. Давай заедем, с одной покажем ваши номера, потому что в прошлый раз не успели. Мы сами рисовали это по номерам картины, мы их заказывали специально. А, у вас тоже пареньки нету. Я не готова. Идем дальше. У нас все комнаты разные, видите, одна ручная, одна занимает. То есть, что кому нравится. Вот стиль. Тут именно украшения, я почему показываю шторы, почему мы закрываем. То есть это тут в принципе достаточно в комнатах, ребята, шторы закрывать, чтобы показать именно стиль. В чем-то исполнено. Свой стиль, свой цвет. Да. Даже линолеум я подбирал специально, чтобы нужно было все накрасить. Оригинальный бельгийский линолеум. И последний. Да, даже не последний. Здесь, конечно, да, здесь пока вещик принесли, пока отдыхающих нет. Здесь тоже так было. О, зеленая комната. Да, но они все такие веселенькие, то есть все разного цвета. Как красота, ребят. Я подошел пик делся, а потом они там делали. И вы ванного. А теперь такая вот комната. То есть это в этой комнате все есть. Да, здесь получается души, туалеты. Всегда, как есть. И никто ничего не намыливал, грубо говоря. Если кому-то будет интересно, номер тоже будет по телефону. Узнаете, что, почем стоит. И санузел именно для этого номера. Получается номер люкс. И можно еще общий санузел и этот показать. У нас, Авич, запомни, там трубы на крыше готовят. Вот душ, туалет. Мне такой же самый соседний есть. То есть два, получается, на две комнаты? Да, это, получается, на четыре комнаты, два душа, два туалета. Здесь, смотрю. И одинаково для одного комнаты, получается, душ, туалет, который номер люкс. Здесь, с этой стороны, там тоже душевое, получается. А здесь балкон, сейчас покажу, как. Пойдем. И холодильник, и горячий вода, и кушать готовит. Это же флойболер, да, получается? Да. А здесь вот мы ставим стойли, я здесь просто сейчас закрою, чтобы дождь не попадал в мудрый. Ага, ну здесь мы получаем, ну, видно, с той стороны. Да, все видно. А здесь у нас столики стоят, люди кушают, свет есть. У нас, получается, на первом этаже лайфхань, там, я скажу, смой. Все, спасибо огромное за экскурсию. У меня просто, чтобы сегодня видео все улезло. Мы заканчиваем, ребята. В общем, все ссылки будут под этим видеосюжетом. Вам, ребят, спасибо за экскурсию, и спасибо за вишню. Так, ну все. Мы прощаемся с гостями в доме Джексон. Вам все, спасибо за экскурсию, и пока-пока. Самые зелененькие. Обязательно придем, когда у вас все зацветет, и на розы посмотрим. У нас же из Москвы 4 килограмма прислали луковицу. Мои все выкидывали. Хорошо. Напишите ВКонтакте, как появится. Так, и по улице Пролетарская мы двигаемся через детский парк моря. Ребята, звуки, слушай. Вот они, чирикающие сидят в поробушке. У нас сегодня тепло. Я сегодня без куртки, уже в легкой одежде. И это несказанно радует. Сейчас чуть-чуть градусник привыкнет к окружающей среде, и я вам покажу температуру воздуха, которая сейчас нас окружает. Оба, как сказать, обнимает вовсю. Потому что температура очень сильно радует. Сегодня прям волшебный такой день. Солнечный пищу. Форзиция. Первое цветение. Первое. Я прям не могу. Не могу. Это счастье. Наконец-то я дождался прихода весны. Посмотрите, какое небо голубое. Солнышко вышло. Все прекрасно. Все красиво. Улица Северная. Здесь у нас пешеходный переход. Смотрим налево. Смотрим направо. Я надеюсь, появятся те люди, которые отдыхали у ребят. Напишут в комментариях, что да как. Ну, что довольно-таки известная семья в Анапе. И позитив. Хорошо. Много добрых дел делают. Тоже рады. Смотрите. Уточка плывет. Скоро все начнет зеленеть. Так как первое цветение уже есть. Здесь люди приходят с собаками гуляют. Там лошадки. Ослики. Люди пришли покормить. И все к одной лошадке почему-то пошли. А вторая стоит убедно. Никто не кормит. Ничего не дает. А здесь вот ослик. Ждет тоже. А вот ему ведро уже чего-то принесли. В гости мы ходили к этим осликам. Которые новые появились. Кто не видел это видео, тот пропустил. Прям недавно там родился маленький ослик. Я на самом деле очень сильно жду. Когда же, когда пойдет тепло. Такое же прям весеннее. Но по прогнозам пока его, к сожалению, не ожидается. В дальнейшем, возможно, температура воздуха. Я жалуюсь, да? Еще и не тепло. Там какая-то свалка, что ли. Леча не могу понять с левой стороны. Так. У меня где-то должна быть бумажка с приветами. И благодарностями. У меня у подписчицы было день рождения. Вчера. Я ее не поздравил. И сегодня я куда-то засунул бумажку. Не могу найти. Вот это прям печалька. И два доната еще было. Ну, значит, не сегодня. Спешил я очень сильно. Собирался там. Видео одной рукой монтировал. Пытаюсь сегодня к вечеру собрать проезд по Феодосии. Прямо по дворам. Прямо непонятно, где мы ехали. И также еще появится сегодня, ну, и доехали мы в Феодосии до Генетской крепости. Там будет пролет сквадрика. В общем, если я все успею сделать, смотрите, сегодня довольно-таки интересный материал будет. Сегодня мне еще просто очень много дел. Надо и шкафчик в кухне собрать, повесить. Это значит, что Светой на канале будет эфир, на который мы вас всех приглашаем. Приходите. Ссылка на жены канал есть под этим видео тоже. Оно под каждым, в принципе, имеется. Вот здесь, в парке, печальное, знаете, что? Что появились заборы. Вот здесь, если бы они даже аттракционы ставили, там дерево вроде не спилили, подрезали, да? Но появились заборы, которые ограничивают свободу. И всю концепцию свободного детского парка портят, к сожалению. А здесь вот пенсионеры приходят как-таки покормить животных, которые проживают в этом контактном зоопарке. Здесь мы видим новую зону. Убрали плитку. Под какой-то аттракцион будет происходить заливка. Здесь устанавливают еще один аттракцион. В общем, все в аттракционах. Ну, еще вот так, да, что дерево остается. В принципе, пускай будут какое-то благоустройство вроде как. Ну, заборы, опять-таки. А все вот потому, что парк частями принадлежит одним, потом другим. Это как раз-таки заборы и создает. Чтобы, наверное, клиенты из этого парка потом не спекать в другой. Как на солнце классно! Здесь тоже какой-то ремонт идет. Все, прям дышит и готовится к сезону. Ну, в теньки пошел. Вот, смотрите, температура упала до 11 градусов. Здесь красота. Прогуливаться с детками. Прямо, радует, на самом деле, очень сильно. О, лебеди, лебеди! А белый лебедь на пруду качает вашу звезду. Какая красота! Не, они там же, я увидел, пасется далеко. А, ну, буду еще ходить, зайду обязательно. Так, это знакомых встретил как раз-таки. Те, кто у меня костырку и приводил. Надо будет зайти проведать. Я просто думал, чтобы, ну, не дай бог, никого не спугнуть, никого не увидел. Хотя хотел. Ой, голубое небо. Красота. Радует, что люди сегодня, хотя и вроде рабочий день, но люди есть, гуляют, на олочках сидят. Колесо обозрения. И нам надо как-то телепортироваться к морю, потому что хронометраж видеосюжета не говорит о том, что я, походу, не успею в погодном видео дойти. Аджаль. Ну, вот, получается, от гостевого дома до Пионерского проспекта я иду за 7 минут. Иду приличным шагом, без остановок. То есть, вы можете немножко его увеличивать, как минимум, на 50%. То есть, это время прогулки по парку до Пионерского проспекта, до морской, так сказать, части. Это, мне кажется, гораздо интереснее, допустим, когда вот в тех районах селишься, чем когда ты гуляешь по каменным джунглям. Здесь все-таки еще как-никак, но парк. И вон у нас светит. Сейчас, конечно, ребят, будет все немножко побыстрее, потому что, потому что у меня хронометраж уже уходит, быстро переходим, светка. Чуть-чуть, чуть-чуть, она осталась. Да. Молодец. Спасибо большое. Там греческую арку поставили, видел? Да ее ничего не поставили, ее еще только начали. Уже стоят. Так, в общем, у нас везде подписчики. Где подписчица делась на велосипеде? Вот она. Попросил ее, чтобы она нас потом в гости пригласила. Не снимай нас, спасибо. Пускай не стесняется, да. Для своих лет выглядит вполне себе шикарно. И в парке, и здесь, везде. Я, честно, на самом деле, рад. Значит, то, что я делаю, люди поддерживают. Это, на самом деле, очень-очень важно. Негласная сходка по спичкам. Как это так? Все собрались с тобой, да? Вообще шикарно. На самом деле, я доволен. Еще раз говорю, это значит, очень важно для меня, то, что есть отклик в душах людей. Спасибо всем за поддержку. Она колоссальная. И я ее чувствую и ценю. Благодаря вам каждый день. Меня начали узнавать. Вот сейчас я бы ужасно в этом. Он сам был у нас счастливый. Да, если я не буду в Когнито ходить, никто меня не трогал. Теперь Света, Юра, да. Все. Ну, приятно же. Да, миленький. Приятно. Не, ну, мы сейчас сфотографируемся, потом снимаем. Мы идем сегодня. Света хочет сделать несколько фотографий. Прям руки чешутся. Погода шикарная. Хочется немножко пофотографировать. Ну, здесь, в принципе, все как всегда. Давайте перенесемся, наверное, сразу к морю. Иначе у нас сегодня не останется 3 минуты. Уже улетать. Вот она, друзья, где пряталось настроение. В хорошем солнечном дне, на самом деле. В прекрасной погоде. Начали ремонтировать перс. Можете это увидеть. Все, начинается подготовка к лету. Людей неплохо. Пляж почищен. Прям красота. Осталось свалку убрать и не закопать ее в песок. И будет прям все классно и прекрасно. И ракушки. Надо выложить сегодня в Инстаграм. Как наберет 500 лайков моя невеста, выложим в Инстаграм фотографию с ракушками. Вы будете... Быстро наливаем вкусные напитки. Нажимаем на паузу видео. И сейчас будет просто наше любимое, самое классное, самое лучшее море. Для этого еще надо сказать температура воздуха 11,4. И водичку сейчас мы с вами узнаем и полюбуемся ей. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok